Привет, зритель! Давненько я на балконе не снимала, ты как раз тут увидишь кусочек двери новой. Мне вчера пришла посылка, вообще она пришла чуть раньше, но так как я из деревни приехала вчера утром, то забрала ее вчера, поэтому мне вчера пришла посылка цвета из Москвы. Она кое-что послала мне чисто на затест, а что-то вот у нее в двух экземплярах было, оно долго играющее, ей нравится, вот я решила, как бы она предложила, я согласилась на затест, на попробовать, ну вообще, что-то чисто чай. Я пока не заваривала, вот специально не заваривала до обзора, это у нас кантата, лимонный лед, зеленый чай, цитрус и яблоко, зеленый чай сенча с добавлением кусочков яблока, имбиря, цедры апельсина и лимона. Теркость имбиря и зеленого чая смягчается сладостью яблока. Вот такой замечательный пакетик, большой, кантата, галерея вкусов. И вот, из него даже вкусно пахнет чуть-чуть, а тут его так пошуршала, и из него вкусно пахнет. Да, кстати, посылка была упакована, вообще вот чисто так конкретно под СМР. Там, да, я открывала без тебя, зритель без камеры, открывала и писала в контакте к человеку в личку. Он, короче, там была бумажка, ее можно поразглаживать, порезать, и был СМР, все на камеру. Там были пупырки, там были пакетики, там каждая вещь была в пакетике, и еще в пупырке. И были какие-то огромные пупырки, вот все для СМР. У меня эта коробочка лежит, мне все вот это тоже лежит, вся эта упаковка. И как-нибудь я запишу, и пошуршу, и полупаю, и по СМР. И будет тебе счастье, зритель. Ты можешь это, если вдруг, что мне там напоминать периодически, потому что я могу, как бы, сам понимаешь, забыть, делать всякие. В общем, чай. Что-то я уже протестила. Вчера я вот эту штуку протестила. Это у нас... Сейчас я найду, где-то тут было написано. Ночной флюид, восстановление и детокс. Наносить средства каждый вечер, начали на очищенную кожу лица и шеи. На шею я еще не наносила, только на лицо. Это Пьеррико. Дочка, либо внучка и Фраше. Когда-то давно я в Пьеррико что-то заказывала для тети, плюс себе немножко, и мне очень понравились бальзамы для губ, и моим родственникам тоже. Бальзамы для губ и Фраше вообще шикарные, что вещи были. Вот такая охренотень. Нежная такая, офигительно быстро впитывается. Никакого дискомфорта не ощущается на лице. Никакой стянутости, липкости или еще что-то. Вообще крутая штука. Но я пока только один день ей пользовалась. И вот буду пользоваться дальше. Потом она, наверное, будет на уход сентября. Сейчас у нас август если ты еще не в курсе. Или уже не в курсе. И сегодня даже 21 августа. Я тут по кошачьим делам задержусь. Думала, 26-го уеду. Самая поздняя. Но, видимо, уеду, возможно, 28-го или вообще 30-го. И, короче говоря, скрабик. Таких скрабика было два. Мне и Свете. Скрабик Апио. У меня от этого Апио, или как он там называется, правильно читается, не знаю. Есть маска тоже от цвета, но мне она не подошла. Ночная маска, я не поняла. То ли у меня на тот момент была очень жирная кожа. То ли была жарка, то ли еще что-то. Она как-нибудь попробует. Я ее наношу на лицо, и я ее ощущаю. А наношу на руки, и руки ее нормально воспринимают. И я ее как бы наношу, потом смываю. А это у нас скрабик. Алмазный пилинг гель для лица. Очень экономичный, очень клевый. Я вчера вечером им помазалась. Ну, помылась. Потом нанесла вот этот флюид. Сегодня умылась, я его тоже заюзала. Очень хороший, экономичный. Реально так совсем чуть-чуть надо. Такие легкие скрабирующие частички. Тут у нас бриллиантовая пудра. И жемчужная пудра. Вот. По-моему, это корейское что-то. Корейские, да. Сделано в Корее. Корейские иероглифы. Корейские иероглифы. Не путать с Кореей. Где в Корее я была, в Корее еще нет. В общем, вот такая штука. Очень мне понравилась. Штука, которую я юзала сегодня. Вообще, мне кажется, я первый раз пользовалась флюидом и сывороткой. Хотя у меня когда-то была в подарочек, за заказ и фрашевская какая-то сыворотка. Не помню, как я ее наносила. Может быть, действительно так. А может, на руку, а потом по лицу. Ну, короче, мне кажется, у меня что-то было такое фрашевское. И с той же серии еще было что-то для роста волос. Мне нравилось. А потом она вдруг куда-то снялась, делась. А тут гаринье. Новинка. Супер сияние. Витамин С и сыворотка. Точнее, сыворотка с витамином С. Там, может, слышно кого-то, потому что я снимаю на балконе, как ты уже заметил, зритель. Вот такая хрень. Пипеточку. Главное, на область глаз не наносить, как написано. На все остальное можно. Я на щеку капнула, на другую щеку капнула. А потом плюнула, капнула на руку из этой пипеточки. Полная пипеточка на лицо. Но мне две трети где-то хватило. Даже, может, чуть меньше. Где-то половина пипеточки мне хватило. Я уже потом на лобик, так вот, на щечке. Вообще такая нежная. Так быстро впитывается. Тут вообще пишут, что трое суток поюзаешь, и будет твоей коже совсем конкретное счастье. И ты будешь выглядеть совсем не так, как до этого. Вот. И что я еще сегодня юзала? Это у нас сделано в Италии. Двухфазный бальзам моментального действия с экстрактом овса. Надо его сильно потрясти. Первый раз вообще пользуюсь двухфазным бальзамом. Ну, точнее, как там написано, что сначала волосы вымыл, потом выжил их полотенцем, потом нанес на голову по спреям таким, и по всей длине волос расчесал. Я, видать, слегка переборщила, у меня пошло по шее. Я поняла, что надо полотенечко сюда ложить, и потом уже прыскать, и чуть поменьше, ну, и все равно, чтобы полотенечко было. Потому что пришлось шею немножко так смывать шею. Хоть его и не надо смывать, но шею я смывала, потому что я как-то, думаю, блин, как-то странно себя ощущаешь. Я его смыла с шеей. Он приятно очень пахнет. Единственное, волосы с ним очень долго сохнут. Часа четыре они у меня сохли. Я уж думала, что, может, он мне не подходит, и они просто уже никогда не высоснут, и будут такими слегка жирными. Ну, смотри, слушай, вроде как так нормально, будто бы их даже слегка больше чувствуется. Тоже довольно экономичный, учитывая, что что-то дофига на себя выпроснуло, но довольно экономичный. И вот, спасибо Свете, буду юзать, он мне понравился. Но буду юзать здесь, потому что в деревне мне как-то не с руки его. А еще вот тут такая штучка. Невия молочко для волос здоровый блеск, мягкий бальзам. Шайн-сейром с миндальным маслом, гладкие блестящие волосы, как шоу, для поврежденных волос. Ну, у меня они уже не поврежденные, но иногда вот так солнцем прижарят, и вполне себе будут. Учитывая, что в две трети бытия своей деревни ходила в платочки постоянно на улице, потому что вот без платочка вышел, пчела увидела тебя. А у нас есть пчелы, мы занимаемся пчеловодством с 1929 года. Я уже, так сказать, в четвертом поколении получается, как пшик. Меня в этом году за лето восемь челок кусало. Когда ходила к пчелам с тетей, и когда выносила рамки на осушку, они меня не трогали. А вот так вот просто в свободном полете кусали. Ну, короче говоря, у меня волосы в основном были под платочком, может, это тоже не всегда супер хорошо. Ну, вот это я еще не пользовала. Ну, тут заклеено светло, чтобы не пролилось. И я сначала думала, может, чередовать, а потом подумала, ну, вот это попользую, а это потом. Ну, или может, там, месяц, допустим, это буду юзать, а потом вот это юзать до окончания его, и уже потом снова этим спрейчиком. И еще у меня тут есть очень вкусная вкусняшка. Я подружке в серафотку показала, она говорит, ой, цветочек, у тебя вроде было что-то такое цветочком. Я говорю, было, но не такое. Дайсидрим Марк Джейкобс. Я вчера им надышилась, оно очень напоминает, ну, как мне Света написала, это сборная, что-то такое цветочное. Мне оно напоминает уже снятости фраше утро в саду цветок вишни. Немножко еще напоминает, это вот калории от Фаберлик. Вот так я сейчас заметила, что оно такое ближе к фиолетовому. Может, оно и риснуарное немножко. Я вчера на себя попрыскалась. Так просто, один пшик. Она очень долго держалась. А потом я на себя еще попрыскалась, когда пошла в гости. И надо сейчас еще попрыскаться. Я подумала, пообедаю, доеду до Озона. Стрим хочу запустить, монтаж этого ролика опять же сделать. Обалденный вообще запах. Смотри, какой флакончик с цветочками. Шарик такой. И флакончик. Вот. Очень клевый аромат. Это, я думаю, у меня будет на ароматы сентября. У меня там один аромат августа, который долго-долго был в ароматах, в обзорах ароматов. Закончился будет в пустых баночках. Кстати, одна пустая баночка уже есть на канале. Если ты не любишь шортс, то вот ради... А любишь пустые баночки, то вот ради пустой баночки посмотри шортс. Крайний, последний шортс в плейлисте пустые баночки. Пустая баночка деревни. В общем, вот так. Коробочка такая. Очень красивая все. Вкусненько пахнущая. И для АЦМРа, и для души, скажем так. У меня посылочка была от цвета. Вот такой обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok